когда в rds пишет о по на нашем родном языке это это прикольно это улыбает души конечно всем добра друзья всем отличного настроения и скоро выходные так у нас начался же стрим правильно а почему уведомление не могу отправить я на траву так вроде бы все отправилась ну нет такой автоматики да как на ю тубе так у меня бардак здесь елки-палки только приехал грубо говоря чуть-чуть перекусил быстренько вам все настроил форму заполняйте сейчас мы с вами еще конкурс делаем так вот уже где он у меня надо копировать вам уже сбилась короткий урел держите держите другим хочу выразить большое спасибо даже когда я не вел стримы канал очень сильно поддержали ребята вот трофим пиндиурин несмотря ни на что поддерживает легоч легоч спасибо тебе большое игорю марконе огромное спасибо всем ребятам кто поддержит огромное спасибо вот трофим пишет прости опоздал деревне косил траву сушки огонь крутой класс не бросай новичка ты это то что не дает не бросить в р вот ради таких ребят то реально я буду продолжать сквозь тернии так скажем и под новичка давайте сделаем в субботу вечером я надеюсь успею вернуться вот но если что то сделаем соответственно понедельник или вторник вместе с конкурсами естественно кока помог каналу а если будут интересные предложения по сборкам низ не смогут поддержать пусть моя поддержка пойдет на благое дело все на твое усмотрение спасибо за труды кока огромное те спасибо и вот игорь сейчас уже здесь что очень соответственно приятно игре дружище спасибо игорь всем желает всегда добра но настоящий добряк всех наступлением настоящего лета в москве вот это абсолютно точно вот по поводу так сейчас не слышу нас вообще музыка играет как вы мне скажите как вам контент по рыбалке почему если слышу что это сейчас я уберу об все ребят все нормально все я убрал я убрал ребят всем вот смотрите какая штука мне пришла зацените игорь ты немножко рыбак правильно вот ребята тоже многие рыбаки вот смотрите какая штука пришла я надеюсь вам нравится рыболовный контент я там собираюсь сделать много юмора плюс еще кулинария будет вот надеюсь вам что вся эта тема зайдет я стараюсь вас как бы развлекать и поднимать вам настроение заряжать вас энергией насколько я это могу как бы я не специалист собственно в медийности да я не не блогер и не ютубер но вот но я буду стараться вас немножко заряжать смотрите какая штука сегодня снарядил подошел кошак она сработала короче это надо было видеть жалко я не смог снять он реально на два метра вертикально вверх подпрыгнул значит и по стене как в матрице по хер хорошо мимо вазы мимо ваза то бы мне был кирдык соответственно если был код эту вазу раскры начал потому что все списали бы на меня естественно вот значит смотри что это такое это очень интересная конструкция ой ну в общем вот она снаряжается здесь пружинка есть вот она пружинка у смотрите пойти пару пружинка тут есть это короче хрень судак щука сум налим работает зимой и летом одним цветом до зимой и летом стройная зеленая была шарик желтый шарик желтый это конечно нет не очень его будет плохо видно поэтому я сделаю наверху покрою рыбацким оранжевым лаком значит сделаю да вот это вот все на вашу поддержку друзья заказал из калининграда почему-то через краснодар от умельцев сармат они делают эти это кружки и жерлицы в одном флаконе рыболовные короче вот очень интересная снасть вот короче блин вот смотрите вот она заряжается значит да она заряжается и здесь такая вот пин пин дюрик такая есть и когда на лодочке плаваешь там можешь спиннинг кидать можешь на кивочек боковой с борта удовольствие получать и поглядываешь на плавающие кружки с живцом соответственно и как только там значит злая щука цапнет она встает и сразу приносит удовольствие надо сразу бежать быстрее пока этот кружок не вкорячил куда-нибудь там на другой край водоема и за ним быстрее плыть вот вот такая вот штучка как он как он значит механизма а по кулибины раша наша это наша раша ребята вот такие я отродясь как я как только увидел случайно значит подобный экземпляр я сразу же заказал попробуем снять прикольный контент до соответственно про такую рыбалку еще раз вам показывают срабатывает вообще прикольно мне на мне очень нравится еще обалдеть ну надеюсь что она будет работать как обычные соответственно кружки потому что у меня есть кружки оснащены грамотно и работают они нормально самое главное на особенно в подмосковье если рыбачить не использовать стальные поводки и кольца стальные звон звон колец не нравится хищнику не судаку не щуки не нравится поэтому у меня экстремальная рыбалка на щуку я поводки делаю из лески из двойной толстый 0405 у короче это сейчас не в тему все равно вы не понимаете все это на видосах по рыбалке расскажу когда придут дазлеры придут когда-нибудь все обязательно придут в течение месяца обычно все приходит но бывает чуть пораньше сейчас немножко что-то пикса затянули на надеюсь все придет вы заполняйте форму мы сегодня разыграем пантагруэль наш новичок тоже примет участие во всем этом хозяйстве вот еще раз большое спасибо игорь тебе за поддержку кока сердечное спасибо трофим пиндюрин олег спасибо ребят островский помог каналу пишет всем крепкого здоровья и добра андрей хорошего стрима спасибо тебе островский вот очень вежливый боец интеллигентный кстати человек так сейчас я чат верну вот мой чат замечательный неповторимый так у меня стоял ангар против всех достаточно эффективный вот если только встретить прям совсем лютого донатора где-то чуть ошибиться тогда можно занять второе место но я впротив всех занимая второе место исключительно в основном благодаря фризом лагом потому что непрохождение идет урона идут рывки и телепорты и онлайн я ваше внимание на эти моменты всегда обращал давайте мы сейчас быстро соберем ангар какой вы хотите скажем так пока поставлю мета роботов видите как он у меня укомплектован я поснимал кое-где нейтрой юниты скорость поснимал но тем самым ускорил огневую мощь очень быстро набирают или броню набирает или огневую мощь как сейчас я сориентируюсь у меня под кипариков дроны парализ под смешанную сборку стоит big big дорогие мои в мастерской появился наш новичок на него усердно копит поставит или на кипарика или на орочи или на ястреба я еще не решил в процессе будет понятно очень неплохие последние комментарии пошли в ютубе мне нравится то что я стрима отсюда скачиваю строго я заливаю youtube и индекс зен тро промежуточная платформа развития кто не понимает стрима на ютубе для меня абсолютно без и бессмысленно вести почему потому что там много гадости валится еще какая-нибудь хрень может упасть в чат внезапно на стриме начнут такое писать и такие ссылки кидать поэтому я там и не веду вот плюс стримы все которые с youtube скачаешь они ребят 720 причем 720 таком качестве что кубики а здесь перекодировка стримов пусть она долгая но они в хорошем качестве отсюда выходят строго хотя в плане с точки зрения монетизации платформы мертвая трава даже для меня при поддержке пик соников проводимых для вас к конкурсов трава ничего мне не принесла кроме вашей поддержки ничего 0 до есть там гемы там все это копится но все это возможность как-то реализовать вывести вообще невозможно вот потому что трава никакая не китайская платформа как мы с вами узнали она амерская этим все сказано мои хорошие вот поэтому я уповая на яндекс дзен вконтакте очень сильно пожадничали они с монетизации там сложные условия стартануть я еще буду разбираться но они хотят представляете 10 с половиной тысяч охвата аудитории в сутки для этого группа должна быть 1080 70 тысяч подписчиков чтобы был охват стабильные сутки и причем интересная группа должна быть я даже подозреваю что у группы вар робот с 90 тысяч подписчиков официальный нет охвата 10 тысяч сутки вот такие условия сделал вконтакте для нас ютуберов короче да вот так вот вконтакте к нам пошел на встречу спасибо спасибо за вашу щедрость ребята вообще вы очень помогли ру ютуберов ё-моё чтоб они развивались вот значит вы вы просто молодцы до от жадь на стопов не лопните это самое ну нельзя что дзен пошел на встречу 100 подписчиков включает монетизацию правда она очень маленькая но она есть она хоть какая то есть да и ютубер испытывает хоть какие-то следы в душе благодарности и пытается что-то там производить по контенту вообще многие очень 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 многие зрители потеряют сейчас ближайшее время своих ютуберов в ютубе люди будут уходить вот люди будут менять свои профили потому что это сложно делать контент это занимает огромное количество времени и многие к сожалению этого не понимают и отказываются понимать но столкнуться с тем что многие не будут делать контент я знаю уже парочку стримеров по миллион с лишним подписчиков они перестали на ютубе стримить ну что они стримили по 9 часов в день они перестали стримить и не знаю чем они занимаются но и так просто некоторых поглядывал ребят чтобы новинки игры у них да они у них новинки игр всех были я погляду вот ребята писали что там мы просим поддержки и так далее видите при миллионе подписчиков хотя казалось бы можно партнерку найти какую-то до кого-то там не знаю по рекламе вот но тем не менее вот я решил группу союз блогеров вар робот там 3000 подписчиков я дал под рыбалку чему очень рад полоском братишка прости меня знаю что ты возлагал надежды на союз блогеров вар робот может быть мы потом с тобой если все наладится мы сделаем заново этот союз но проблем народ потянется но сейчас то пусть будет у меня нормальная рыболовная группа братан ты уж полоском прости меня это самое но так было нужно свой канал по братиш со всеми там приколами и так далее я отдал под рыбачку и рыбак канал на ютубе вот чему я тоже очень рад и скоро первое видео возьмет первое то еще просмотров рыбалка там достаточно веселой была сейчас скоро выйдет вторая серия рыбалка на леща вот будет рыбалка тоже позитивно развлекательно вот а про выживание игрушки я сделаю отдельный канал скорее всего он будет на яндекс дзен а на ютубе он тоже будет но я о нем не буду никому сообщать чтобы посмотреть какая придет туда аудитория вне игры вар робот ну чисто эксперимент вот она дзене я буду регулярно скидывать ссылочки будет канал про выживание там помимо игр про выживание а стримы дорогие мои вы все стримы про выживание здесь увидите кто подписан кто регулярно ходит здесь вы их увидите соответственно вот но если будете поглядывать одним глазом яндекс дзен я вам буду но очень-очень благодарен ребят вот там хоть какая-то копеечка капает значит но маленькая но есть так давайте мы активируемся вы заполняете форму пока на час потом глянем если захотите продолжать это будете кричать конкурс конкурса мы проведем соответственно пока так честно говоря вот слабое звено здесь у меня сейчас тайфун и сирен с точки зрения моей агрессивной тактики игры в превосходстве просили люди писали просили писали поиграть стрим на мейсы на мейсах очень хороший тайфун я вам обзорчик выпустил убийца титанов по сути дела да главное в начале у него пускать ну что в начале могут резануть вначале может оказаться подобная сборка не столь эффективной как хотелось бы играет великолепно с биком именно с биком и живучесть побольше кучность нужно ставить дорогие мои на мейс посмотрите я для быстрого заряда вообще вот так вот сделал на самом деле это оружие быстро заряжается поэтому можно сделать что-то еще баланс вкорячить например чуть-чуть живучий буду то есть мейс они быстрее амплифай разряжает намного чем хавки хавки точнее хавки а вот это мы сейчас с вами вкорячим по полной но тайфун очень дорог для новичка я вот всегда говорю это собрать мастерской прокачать играет он реально от мк2 мк3 до этого фрагмента играет тайфун плохо он легко уничтожим плюс его надо вкорячивать нормальный должен быть пилот минимум семидесятка тогда он заиграет со всеми комплексами умелок понимаете да ребят то есть здесь не надо бороду рвать собирайте в мастерской что я вам советовал для новичка так здесь что у нас ну так жиденько да вот чемпионские награды но жиденько очень жиденько очень жиденько для чемпионов товарищи разработчики еще хотел сказать товарищи о смотрите заполни форму и получи шанс выиграть новое оружие для титана сейчас ребят ваши любимые не вэр блогеры чё платформа на которой вы играете иус ребят заполняйте вот эту форму кстати тоже я сейчас название канала блогера вэркоммандер конечно ёмая см не можно братишку полоскуна написать конечно пусть будет полоскун название канала блогера полоскун так название канала блогера чё а чё-то каналов много что-то много блогеров внутриигровой айди да я сейчас быстренько форму заполню кого адриана я напишу еще адриан старый воин эмэсэм адриана не знаю кого еще написать кого еще написать брати чё напишу эмэсэм нормальный юморист когда настроение есть да чё там брати чё эмэсэм все и новичка новичка хотя приз так себе гаргантюя не знаю ну пусть будет её должны апнуть разрабы потому что оружие честно говоря хрень пока что но я думаю апнут нет на фуле играет если грамотно зарядить всё играет давай сейчас поставим гаргантю и попробуем посмотреть будет у нас что играть так мы сейчас же с вами все затестим так мой айди новичка мид прям международная мид в с и в в си в си в си в си мид в си правильно мид в си да правильно вот наш новичок поучаствовал в конкурсе чего и вам желаю так хорошо зря заполняет не в тему а не в р блогеры надо было написать рыбачка и рыбака так ладно что здесь еще у нас события расцвет утильщиков все утилизирует нафиг все понятно как покупать ресурсы разрабы спасайте игру в робот спасайте пожалуйста ее мы ее осень любим знаете мы осенья любим в адобот ее надо спасать ее надо ее и все можно спасти если принять правильные усилия так мы давайте попробуем так сыграть и так гаргантео шарангой пойдем ну экспериментально мы разные попробуем так сборочка у меня против пехоты и титанов такая ну нормально нормально если конечно поставили сюда красники универсальные да типа баланс юни титановские да красненькие новые тогда меня нерфить будут а так периодические пуки я смогу разнерфить и соответственно остаться на ходу так ну пошли таков пока что наш ангар еще раз у меня два под кепри получается универсальности нет да под кепри у меня раз под кепри два штурмовые вот это чё от 150 тысяч ну вот этот вообще а вот он нет почему он нужен мне вот это бескиловая значит бескиловая комбинаторика что у меня за корабель нет сейчас режим будет такой что лучше на орионе работать лучше на орионе аегис бласт лазер бласт давайте попробуем простой бласт вкорячить гравитация конечно интересная штука но урон когда вот такой мощный жалко 3 нет я бы от аегиса отказался я бы еще один бласт сюда поставил еще бы один мощнейший поставил сделали бы неважно какие пушки какие люди хотят ставить пусть ставят я бы поставил третье орудие на все бы на атаку зарядил чтоб так вкорячь чтобы это самое запчасти летели дальше горизонта вообще мне эти орбитальные корабли воробоц не нравится положа руку на сердце я вам скажу воробоц еще могут разрабы спасти для этого нужно все разнерфить чтобы понерфили ранее а сделать внутри игровой рынок изменить экономику полностью сократить понятие лиги вообще их убрать сделать ангар либо по тоннам либо по очкам мощи привязав это к прокачке ангара соответственно резко изменится соответственно подбор в боях и будет прогресс в игре вот убрать нафиг абсорберы аегисы можно оставить но абсорберы надо убрать оставив их только роботам пантеона в принципе аегисы тоже нахрен убрать оставив их только роботам которых несут на себе типа тайфун у каждого робота должна быть своя специализация и универсализация соответственно да и сексуализация тоже все должно быть у робота личное за счет этого разнообразен геймплей все подвести к балансу и переработать архитектуру серверов чтобы исчезли лаги фризы и этим самым воробос можно спасти у мэни обзоры уже упали так 380 тысяч подписчиков у мэни смотрят менее десяти процентов аудитории его канала это там у них все нормально с ютубом и бабки там нормально ему идут и так далее но не смотрит народ даже мэни когда его видосы были там за два дня сто там сто пятьдесят двести тысяч смотрели этого давно нет двадцать три тысячи восемнадцать тысяч в лучшем случае тридцать тысяч менее десяти процентов все аудитории смотрят мэни а он ведущий ведущий ютубер повар робот в мире ну вот это говорит обо всем обо всем говорит я бы кстати свой канал ребята вар зон робот для иностранной аудитории готов передать под производство ножей и кулинарию вот я еще подумаю об этом и вполне возможно это тоже произойдет вот потому что я выбираю аудиторию много большую более разнообразную чем только вар робот командор поддерживаете вот и я для вас братишки конечно ничего не буду с ним делать мы с вами продолжим до упора делать вар робот в этом плане я вас успокою все нормально вот но сразу скажу что здесь на троу мы будем делать танки мы будем делать игры про выживание это все будет связано и со стрёмом таким и с диким ржачим потому что я когда выживалку играю я в нее погружаюсь если что-то у меня выскакивает откуда-то я подпрыгиваю вот не знаю смешно ли вам это но мне вообще не смешно это самое у меня человек значит впечатлительный так ладно дорогие мои давайте пойдем в бои то я уже 12 минут здесь болтаю надеюсь меня сейчас слушаете как звук картинка погнали фалькона с новым дроном с армадилом что ли чтобы убить на фальконе кого-то это сейчас при таких отхилах диких а вот что еще раз рабом нужно сделать убрать всю эту 3 3 махахендри вот эту с отхилами дикими вот это надо убирать не должно быть в игре таких отхилов вот он весь воробот шарики островский братишка рыжик хе-хе смотрите все роботы поддержки идут это роботы поддержки такие идут в атаку бокс играет и поляк вам серьезные ребята ну-ка собрался я я собрал уже собрал слышь блин ты ё-моё красавец ты не попадешь по мне брателла я меткий парень этого двора оп оп почувствую бокс бокс это я спасу тебя бро сзади сзади прикрываю пошли как я звать органас на органе играешь это хорошо любое творчество уважаю что у вас там островского месяца островский держись не крепкий выдержишь значит это самое ничего с ним не случится ой маленький моя любимая петелька ой не получилось извиня не получилось ну бывает островский помогаю убили что ли надпись снизу надпись снизу а нет островский выжил орбитальный удар ему в почку фенечка бежит так туда стрелять бесполезно а островский жив 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 братан молодец а хорошо шарик я подрезал еще еще попадание он затупил кстати этот шарик теперь я затупил застанет меня давай 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 помоги мне немножко ребята давайте красавчики мэй отдалас там у тебя шокер 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 дырка дырка щелка щелка сладкая щелка я в ней сижу надо выбираться отсюда вот поддержка пришла а это мой хороший с вайтаутом пришел ну что ты меня с маяка спихиваешь то ёптерный ты театр ну дай зайду я на него я понял что ты меня защищаешь спасибо премного благодарю но маяк то взять надо если я сюда не зайду его не грохну мы его не возьмем смотрите я должен был убить он профризовал пока трансформировался мы теряем уже 6 секунд потеряли 7 8 секунд из-за чего из-за фриза непрохождение выстрела да они сюда подтянулись усугубилась ситуация хадос на фуфлометах не лучшая идея на самом деле но у нас ситуация очень хреновая братцы в атаку черт вас дери блин что происходит ты ёптерный рыжик иди маяк возьми быстрее видишь островский там в центре загибается давай 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 рыжик давай жми булками блин островский зачем тебе бегемот сейчас когда маяки все красные ты чё ё-моё ты же опытный воин видишь они нас по маякам дергают надо сейчас на маяки держать мы выстоим а у них кончится гром может быть может кончится гром а может сейчас я закончу с вайтаутом что ли играет я не вижу похож на вайтаут вот это фризы это просто звездец какой-то хочется матом ругаться какие фризы как не проходит дамаг никакой скилл здесь не поможет никакая прокачка с такими говнофризами ничего не поможет разрабы элементарные вещи не могут сделать по игре иди ты отсюда видишь я бегу островский в центре стой не умирай не умирай братишки не умирай не умирай у нас там еще один было фк вообще прелесть вон они прыгают друг на друге как саи гайки значит Италия мне нужно зарядиться огонь орбитальный левый фланг угроза островский держи позицию держи позицию бро держи 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 мы не сдаемся никогда мы ребята упрямы не той породы чтоб сдаваться но сдуемся сейчас да нет побежали 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 слева держите насмерть стойте островский вот он афк ах ты чучело ё-моё берите все маяки сейчас мы им в корячем вперед пацаны не садь в компот хвост пистолетом островский центр иди держи я их сейчас здесь я им сейчас задангу устрою у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Давай, 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 братва, давай Ну что же вы, ёперный театр Нас здесь кошмарят они Держать позицию Держать, куда полезла чучела Мой маяк Ну кто-нибудь встаньте на маяке Ну что же вы такие тормоза Рандом, я не понимаю Ну что же вы такие тормоза Просто подержать маяки Могли бы удержаться Могли бы сломали уже хребет Им уже хреново Блин, абсорберы свои вот эти вот Подостанут пачками Я стою, нет, продули Продули по маякам Островский на будущее, если со мной залетаешь, братан, держи маяк Не летай ты по всей карте на своем шарике Просто держи один-два маяка На одной параллели между ними бегай Вот два маяка, все Не надо по всей карте, не бегай, дружище Пять точек я взял Островский еще больше, наверное, даже шесть Два чайника, короче По нулям играли вчетвером Один стоял, блин Потом что-то побежал И рыжик еще тоже старался Арис, ну что-то слабенькое Вроде турецкий боец Такие слабые Слабые турки стали, выродились Не те, что были раньше Ну ладно, идем дальше Сейчас я им устрою все мы самые Они меня раздухарили Давай леча на акустике Отстой, твой лечь на акустике Смотрите, дозаброс в бой Все уже в атаку пошли Французский клан против нас Сейчас мы огребать будем Вперед, пацаны Это ж надо таким мудаком быть Назвать бандеру батькой Вот надо мной этот придурок Уж извините, мой французский Люди настолько мозги всратые Что просто, ну, все, все, все Все Ну это невозможно Это даже смотреть Но это в игру идет Разрабы Вы что не видите? Разрабы, кто у вас там За это отвечает? Вы что хотите, чтобы Заблокировали игру Вороботс в России? Сделают ведь это? Введите немедленно Я вас прошу Немедленно вводите Цензуру на ники Это ни в какие ворота не лезет Понимаете? Ох, как мы тебя крутанули Маленький, да? Не нравится Французик ты мой, значит Вейланд? Я вот держу маяк Один против четверых Вот островский, братишка Ты тоже всегда должен делать так Я в тебя верю Ты силен, могуч И непобедим А что нам надо? Да просто свет в оконце Вперед, пацаны! Держать позиции Надо удержаться здесь Хадоса мачи, видишь, обходит Вперед, 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 вперед! Французы, ребята, бодрые Базара нет Но если правильно атаковать Можно снести Их Со мной ружки играют Сколько ружек со мной? Две ружки Вот они там Кучно орбитальные Им туда Хорошо пошло По самые помидоры Засадили Ай, хорошо Без маски Проха Вообще жестко Отлично Еще один минус На прорыв идем Мочим французов Ох, мочим Хорошо, мочим Но можем Просесть по титановой атаке Так что Духариться, конечно, можно В пределах Вот уже пошла титановая атака У них Я же сейчас титаков Корячу маленький Я же на дробошах, сынок Что-то я отошел Прикинь А ты не смог угомониться Угомоним Базара нет Мы связали Связали боя на респе У них сейчас связали боем Что там на флангах Ребят, маяк белый-голый Захватите, пожалуйста Голый-белый Тоже был на дробошах Конкурент, емое Прыгаем, прыгаем Сейчас завалю тебя Упсик Минус Шаранга орбитальный Быстро Ну Прицела нет У меня Есть орбитальный Огонь по шаранге Вот этого хмаря Надо убивать Ребята по маякам Держаться, блин Не ссать в компот Сейчас мы их возьмем Вперед, вперед, вперед Консул Цезарь Сколько пум Игру играет Это очень старый боец Осень, остадо И француз Так, этого должны положить Я должен Цезарю Помочь завалить Вырубаем Добьете Должны добить Привет, Вася Ты готов к смерти? Лучидор У Цезаря фуллтоповый Лучидор Провис на левом фланге Сейчас будет Но он пойдет вниз Нет, сверху Сверху я могу его снять Быстрее, быстрее, быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Орочка, орочка Пока не видит меня Прозевал Орбитальный Уходим Уходим, уходим, уходим Лечилка Отстреливаемся Ай, поймали тебя Между способами Цезарь Шухер Сейчас он пока Отморозится По мне бьет орбитальный Да? Э Зараза Ты увлекся, сынок Блин, ну я на него Весь боекомплект ушатал Сейчас все будет Цезаря снимаем Вперед, пацаны Не ссать Давай, давай Ах ты, блин Вот это жестко Меня сняли Я не знаю Что я сейчас с вами сделаю Орлы мои Вперед Титанов положили Почти Почти положили Четыре осталось Четыре титана Братуленчики мои Надо убрать Нуденса Иначе это будет Абзац Вперед, вперед Парни Рушечки Не умирайте Только держите Пожалуйста Меков своих Эй, я тебе не дамся Ох, я тебе не дамся Маленький Да Свободен Орбитальный Разворот Что-то у меня долбит Блин Иди нафиг Цезарь Прости Я тебя уважаю Реально Ты очень старый Очень опытный Боец Грамотный Опасный И злой Очень опытный Товарищ Меня за Гравитационной Херни Вот этой Немножко Покоцали Устоял я Здесь Правильно Правильно Застанем Сторонки От маяка Тебя Да 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 Не успел Я побелить Сейчас у тебя щиток Пройдет Сейчас тебе будет Приятно Да Сейчас смотри Смотри сейчас Как тебе приятно Орбитальный Я стою А тут Трупешник Отдыхай Ребят Жестко Что-то там Держите Право флангу Что-то Жесть Какая Творится Все Зарезло И на меня Да Он меня Узнал Привет Маленький Привет Я погиб Здесь Потерял Машину Порядок На самом деле Все отлично Осталась Мерзкая Сборка У меня Фуфлометная Напоследок Да Орочек Бежит Хорошо Успел Орбитальным Добить Вперед У меня Последняя Машина Там Два Титана Что-ли Без Меня Продует Пацанчик Я должен Устоять Вперед Братцы Сдуваются Французы Вперед Вперед Пацаны Сейчас мы Сейчас Сдернем Я иду У меня Гравитационная Геморрой Гравитационный Выскочил Сейчас Сейчас Еще парочка Шагов И все Будет По красоте Гравитационный Гравитационный Влево Я отправил Молодцы Еще всех Положили Вот это Замес Даже кофе Кончился На радостях Пришлось Уничтожить 19 Французов С ними Было Один КГБ Перебежчик Наверное На этот Ник Я жалуюсь Нельзя так делать Вводите Друзья Мои Разработчики Пожалуйста Цензуру Это Уже Ни в какие Ворота Не лезет Что У людей Мозгов Нет И они Начинают Заниматься Ерундой Нельзя так Нельзя Павел Филин Андрей Держи удочку Бодрей На семечки Спасибо Паш Спасибо Большое Семечки Регулярно Перемалываю В пшенную Кашу Для прикормки Здесь Базара Нет Очень Очень Помогает Да Сегодня Розыгры Ждайте Коя вам еще Напомню Форму Заполняйте Ребят Ой Большая Карта У нас Какая Юперный Театр Почему Меня Так Дозабрасывает В бой У меня Необычный План Сейчас Нестандартное Поведение Делает Видите Скорпион Даже Не успевает Задь Появиться Мы Налетую Снесли Просто И Под него Ветл Три Семерочки Я Занерфленный Не Стреляю Сейчас Корячим Когда Раз Нерф Сразу Раз Один Все Взял У них Респаун Сейчас Я буду Уходить Отсюда Резона Мне Висит Здесь Нет Вот Они Повылазили На Фуфломет Своих Виталик Ты живой Еще Видите Как Фризит Страшно Фризит Ребят Просто Неприятно Играть Разрабы Сделать Что С этим Это Просто Кобздец Люди Деньги Платят За Игру Или Вы Решили Высосать Бабки Все Из нее И бросить Мне Интересно Что Вы Решили Надеюсь Что Это Не Так Надеюсь Что Вы Еще Хотите Заработать На этом Проекте На нем Можно Заработать Еще Очень Большие Деньги Если Сделать Все Грамотно Деньги Орлы Орелики Да Знаю Что Тебя Надо Усилить Ну Что Ты Прям Иди Налево Я Опять Пойду Через Маневр Отличения На Респаун Здесь Ходить Не надо Здесь Только На Фуле Можно Сделать И То Не То Что Его Захватить А Через Респаун Я На Себя Завлекаю Ухожу Пусть Ветол Бежит Мне Не Жалко Маяки Нужны Я Сейчас Влево Побегу Смотрите Как Хорошо Сквозь Рефлектор Просадили С собой Мы Почти Грохнули Его Сейчас Здесь Надо Помочь Островский Немножко Увяз Сейчас Я Помогу Бьют Они Орбитальные Тратят Не Пойду Я К тебе Там У тебя Там Вспышка Некрасивая Хотя Прибью Даже Сквозь Рефлект Шкерец Это Последний Вот Этот Садра Садом Садом Мазом Что-то Там У него Садом Мазом Непонятно На Заряженных Уже Просто Смутах Играет Кайфует Зарядился И кайфует Сознание Сушечка Братишка Че за мной Гоняешься Это Не Принесет Тебе Ничего Кроме Тру-ля-ля Ой Разозлил Я их Втроем Они Тут На меня Идуть Не Надо На меня Так Ходить Ах Под стрелянту Так Выпускаем Убийцу Титанов Центр Центр Братишки Не 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 Дошел Вперед, вперед, вперед. Сейчас с перезарядочком надо вкорячить его. Огонь. Сознание не имеется у тебя, да, дружище? Сейчас я тобой займусь. Тебе это не понравится. На огонь выпихивает. Жить хочу. Это, кстати, у меня тоже противотитановая сборка очень помогает. Виталик здесь уже. Что-то совсем по маякам плохо, да? Хотя я стараюсь по всей карте действию. Застряла, блин, между... Застревают везде мехи. Ну что же это такое, ёкарный ты бабай. На большой карте Минк может быть на дазлерах серьезной проблемой. Кстати, не вижу, чтобы особо игроки играли на Пантагруэл. Они не парятся особо. На тебе орбитально. Что-то крутить меня здесь будешь. Не надо меня крутить, отдыхай. Да что бы у вас, блин. Ну что-то... Убейте его, а? Молодцы. Красавцы. Так, ну этот огонь я выдержу. Мне на него пофигачит. Спокойно добегу, сейчас возьму маяк. Ух ты. Бежит еще. Нет, наверное, не возьму. Там еще бежит чудовище. Ну, респаунт вы можете защитить, пацаны. Ну что же, ёлки-палки. Островский, держи центр, не ходи ты никуда. Фидель? Фидель, брат Кастро? А где Кастро? Да я стреляю сквозь рефлектор. Мне, знаешь, оно как-то... Да фу норя, мистер. Так, с Островским взяли. Так, хорошая атака с фланга у нас с Островским сейчас идет. Сознание с ушкой все пытается меня подстрелить. Лучше бы ты по маякам работал, и то было бы больше пользы. Лучше бы сушки мои всегда работали по маякам. Не люблю я фуфлометы, поэтому вывожу последним. Вообще, конечно, их надо в середки выводить. Три маяка защищать, да, их надо выводить? Вообще, я их сейчас сниму. Че они у меня остались? Андрюха, у тебя фрискет? Покажи, пожалуйста. Чего? Какой еще фрискет? Я ничего не понял. Че за фрискет? Вообще ничего не понял. Причем тут фрискет, ребят. Вы заполняете фурму. Поменьше фрискет-то всякий. Здорово, здорово. Спасибо за поддержку. На чем он огрызаться сможет? Заранее спасибо. О, как. Легоч, братишка, поддержал канал. Хочет паучка на комбо оружие. На чем он огрызаться сможет? Заранее спасибо. Инвайдера? Олег, правильно я говорю? Инвайдера ты хочешь? Паучка. Паучки бывают разные. Черные, белые, красные. Во, вот это чучело я заменю на инвайдера. Не люблю я. Сирене вот эти ходит таким. Некрасивый, в общем, геймплей на них. А на фуфлометах он еще и морально отстоянный, значит. А вот инвайдер это сила. Когда ты была. Во. Кто на тебе? Андрияну. Челентану. Ему честно, можно делать два тяжелых слота инвайдеру. Он так заиграет охренительно просто. Фалькона же. Вы, кстати, вы думаете, невозможно это? А вот кто не помнит, фалькон был на пушках на средних. У него два боковых средних было, центральный и тяжелый. Модифицировали три тяжелых фалькон. Три тяжелых. Значит, это возможно. Модифицировать мехов путем увеличения орудийных слотов. Инвайдер требует... Просто требует модернизации. Это легендарная машина инвайдер. Я на нем перемалывал китайские кланы. Были такие замесы. Так интересно было. Не то, что сейчас. Не то, что сейчас. Его будут нерфить просто не по-детски. Ну, в принципе, пусть нерфят. Надо жизни больше. Сейчас поглядим. Упс. Придется качнуть. Денег должно хватить. Серебра, да? Есть. Еще продадим что-нибудь. Что-нибудь ненужное. Сирень, например. С фуфлометами. Не, хватило нам. Итак, Легоч. Легоч Трофим Пиндюрин. Посвящается тебе. Инвайдер. Старый, легендарный. А, с чем пойдет воевать? С чем инвайдер же пойдет? Если сделать с дроном биг штурмового инвайдера, мне кажется, вот так раздолбает. Армадила. Слишком маленькая защита. Ну, ребят, вот это вот реально очень мало одного слота. С Армадилой и Мехи умирают у меня быстрее. А достойные атаки Армадила не обеспечивает. Вот некоторые говорят, вот Армадила дает то, Армадила дает это, не дает. Потому что вы на нем с более слабой атакой не можете, соответственно, убить сильного противника. Не можете. А вот с дроном биг можете убить противника сильнее вас. Потому что он дает сильную атаку. Парадокс? Нет. Вполне нормальная логика. Я уповаю у инвайдера только на защиту. Тогда он немножко поживет. И пусть будет он всех, значит, подавлять. Он и так подавитель. Еще при стрельбе будет подавлять. Вообще логичнее бы сюда поставить контроль резистора. Давайте так попробуем. Легоч, тебе посвящаются. Тебе посвящается, дружище. Инвайдер. Старый родной. Персифону поставила бы, пишет Слава, не понимая, почему это просит. Слава, я тебе поясню. Персифон это отстой силы и кобылы. Тем более для инвайдера. Что-то там попукивает где-то. Лечит меха впереди тебя. Ты предлагаешь на штурмового меха поставить Персифону. И кого я впереди лечить буду? Противника, дорогой мой? Нет. А ну пошли, зубастики мои. Какой замедленный в современных скоростях стал прыжок. Он пока долетит, пройдет три недели. Сейчас смотрите, какие мехи все быстрые. Прыжок должен быть сейчас в два раза быстрее. А вы видели, как Меркури прыгает? Пока он со своим ударом долетит. Там уже все свалят и подавляют. Инвайдер предназначен был лезть в гущу боя. Абсорбер. Ох уж эти абсорберы. Задолбал маленький, ну честно. Ты даже за мной сюда пришел. А знаешь, как инвайдер умеет передними лапками делать? Ты закрутить хотел меня? Хе-хе. Отца закрутки? Против часовой старайтесь крутиться, друзья. Вас никогда не закрутят. И немножко с упреждением работать. Я сзади, я тебя. Ты сам себя закрутил. Голова не кружится у тебя там? Я отошел. Вот это плохо, что меня там нерфят так. Кто-то по мне стреляет. Что, спрятался? Спрятался. Молодец. Правильно. Так. Ух, вас понабежало-то сюда. Ё-моё. Молодцы. Нечего сказать. Все равно молодцы. Четыре маяка у нас. У нас гравитационное замедление. Плюс гравитационный удар. Живучий, да, братишки? Смотрите, живучий инвайдер. Просто противник не очень сильный, да? У фуллтопа я не встретил. Супротив себя, соответственно, да? Но так еще получить удовольствие, конечно, можно поиграть. За счет большого количества хп он играет. Вырывайся с орбиталки. Добивайте, добивайте. Так, ну все. В принципе, инвайдер свою функцию выполнил. Как раньше на них можно было и отыгрывать, блин. Особенно если с фланга обойти и в тыл противнику падала такая туша. Ее-то, конечно, долго не могли разобрать. Че сегодня разыграют? Пантагруэль. Панторез. Большой панторез мы разыгрываем. Пантагруэль. Ох, мы здесь вкорячились, да, ребят? Сейчас все с этими антигравами будут. Поймал я тебя? Нет. Увернулся. Каков молочек. Молодец. Вот этот парень умеет играть на рывание. Один патрон тебе я оставил. В лоб контрольный, блин. Вот фризит. Как же они фризят? Ну, ешкин ты копь. Таны, пошли. Так, попробуем пройти туда. Вот это самая максимальная, в принципе, огневая мощь получается у Гаргантьюа на шаранге с усилением стрельбы. А не знаю, сквозь препятствия не бьет или бьет. Я не в курсе. Оружие своеобразное. По стелсу бьет, но прицелиться тяжеловато. Ну, леча скушали, даже добежать не успел. Ребята, вот кто спрашивает за леча, ну зачем вы их качаете? Выкиньте их вообще с ангара, они никакие. Не нужны вам лечи. Я же вам говорил, что собирать. Зачем вы... Вот я вам сделаю еще стрим. Каких роботов вообще не надо качать? Сделал стрим по пушкам. Кто не смотрел стрим, вот на ютубе есть, в Яндекс.Зене есть. Смотрите внимательно, ребят, чтобы... Одни и те же вопросы глупые задаются по кругу. Из каждого стрима в стрим. А леча на этом, а леча на том. Да отстой твой леч. Он не играбелен вообще в Лиге Чемпионов. Да и в мастерах не играбелен, и в эксперте слабо играбелен. Не надо на нем играть, на леча. Играет то, что тебе вот советуют. Люди, которые уже познали дзен максимальных тролюлей в Аробус. А дзен познали капитальный. Илюха Корсаул. Играю в R уже две недели. Благодаря твоим стримам и пути новичка на канале, не удаляю игру. Учусь у тебя терпенью. Не бросай стримить, мы без тебя никуда. Столы шедевральные, браво. Я рад, что тебе нравятся столы. Илья, спасибо тебе огромное за поддержку. Вот для братишек я поэтому и стримлю. Что ребята от чистого сердца поддерживают. И я стримлю от чистого сердца. А это значит быть добро. Однозначно. Бесповоротно. Так, слушайте, ничего инвайдер, да? Олегович, как тебе инвайдер? Игорь, ну ты хоть раз бы какую сборку попросил сделать? Игорек. Вот хоть разочек бы. Ну, один разочек. Хоть бы сборку спросил. Я хочу вот такую сборку. Андрюха покатает. Даже если это будет шутц или казак, я ж подставлю. И пушечки какие-то надо. Я иду с тобой. Я на красе-то с тобой пойду. Не надо в меня стрелять. Я иду. Иду, братан. Он меня застанет. Лечилка. Ой, 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 ой. Вот она вся игра. Вот он воробот какой. Фуфлометный. Ядрить его поленом и налево. Я пройду, соберу на себя огонь. Дам возможность сзади ребятам пройти и взять маяк. Инвайдер чпокает мост. Казачо. Казачо. Я на самом деле пошевелиться-то не могу. Я застрел. Вот херня какая-то, а. Инвайдер чпокает мост. Мост уже чпокает совсем, что ли, ё-моё. Блин, ну это просто жесть. Но пацаны мост взяли-взяли. Значит, задача что? Правильно. Задача выполнена. Мосточек. Какой у нас прыжок? У инвайдера. Двести пятьдесят метров, я вспомнил. О! Вот они, три. Фуфла. Фуфла хрена, ё-моё. Ха-ха-ха. В самом начале каточки. Ну вы орлы просто. Орлы, да. Вы орёлики, ё-моё. Орёлики вы, братишки. Да-да-да-да. Молодцы. Ну, убьют, понятно. Распилят втроём-то. Нихера себе. Конечно. Конечно распилят, а. Так, ну одного фуфла хрена мы сняли, конечно. Ты кто? Зачем здесь? Винвайдер-то прошёл. Сквозь тайфуна прошёл. И трёх фуфла хренов прошёл. Прошёл же. Прошёл. Ёлки-палки. Машина. Машина. Чё здесь происходит? Это и опасно я сейчас сделал, но к в речку полететь. Ребят, надо долбить его. Шарика надо снять, а там же он по флангам нас, по маякам преимучивают. Сейчас я его сниму. Успел утопиться, а? Молодец какой. Блин, отказ прицела. Плохо-плохо, убьют сейчас. Дайте-ка мы ИССР завалим. Вот по этому орбитальным в горячем. И сюда выстрелить. Я успею. Стеночка где? Стеночку надо. Стеночку надо? Что-то с этим делать нужно. Видите, что такое ауминг на указках? Это, ай-яй-яй, неприятность. Так, сначала сейчас этих выбьем. Прямо сквозь рефлектора. Один есть. Работаем, братья, работаем, работаем. Давайте, 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 давайте. Активней, активней, активней. Он думает, что он в воздухе, что он неуязвим. Это не так. Шухер. Так, еще один минус. Запарился выбивать этих. Фуфло-снайперов. А, вот это, кстати, топы. БДшки. Ребят, нужен орбитальный ему в кочку. Кто-нибудь добейте, а? Держите позиции, мои хорошие. Тяжело. Что у меня с рандомчиком моим? Никого на мосту, мост отдаем. Завалите, завалите его. Вынудили прыгнуть, молодцы. Молодцы. Но он маяк не взял. Нет. Так, убийцу тустанов опускаю. Надо проникнуть для начала. Не могу я туда идти. Только здесь надо идти. Ой, хорошо я ему вкорячил. Больно. Понравилось? Можно повторить. Запас есть по маякам из-за фуфлометчиков вначале? Из тебя прыгун, как из меня балерина, ё-моё. Готовим орбитальный. Готовим орбитальный. Вот по ястребу и вкорячим. А, это что у нас? Надо отключать. До свидания. По ястребу орбитальный. Пошел, 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 пошел. Бежим, 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 бежим. Я же не просто вам сделал мейс, убийца титанов, ребят. Спасибо, спасибо, ребят. Огромное за поддержку. Спасибо. Так, выключаем этого, значит, братана. Ай, хреново мне, блин, ноденса я прозевал. Да чтоб тебя. Плохая ситуация. Ну, что, сейчас, сейчас, сейчас. Так, что надо делать? На мосту ребята держатся. Значит, слева даем. Надо снимать ноденса. А Минга убили? Нет, Минг хреново, еще жив. Это очень плохо. Минга надо снять. Но одну пушку мне удалось ему отстрелить. Это крайне важно. Давай мы сначала тебя подснимем, да? Пару зарядников в тебя, вкорячим. Да чтоб тебя. Это топовый титан. Уходить надо мне. Вот вы охренели. Молодцы. Сейчас можно будет вывести шарангу. Ну, ты типа хитрый, да? Со своими телепортами. Все куда-то телепортируются, куда вы все деваетесь-то, емэ. Нам нужно орбитальный сюда вкорячить. Успеть набрать. Сейчас бой кончится. Не успел. Я же говорю, в VR падает рейтинг. Серьезно падает. Мэни смотрят уже меньше на много, чем его смотрели раньше. И разработчиков есть все шансы. Если они применят нормальные руководительские решения сейчас. Изменят свою политику по игре, по экономике, по лигам, по имбам, да? Которые рождаются непрерывно. Могут вовлечь в игру огромное количество игроков. Только на обороте реклама смогут взять неплохие деньги. Берите меня антикризисным директором. Я вам там устрою. Как там? Я вам, блин, устрою! Пусть киновать! Помните, да, как это? Хрущев вот самая. Можно привлечь игроков спокойными, выдержанными, грамотными идеями. Причем такими, что еще можно и конкурентов за пояс заткнуть. Соответственно, да? Ай, не могу. Так, спасибо огромное. Огромное спасибо за поддержку. Алан Сыгарев, дружище, спасибо. Привет, Андрей. Какие модули ставить на шарика. Огромное спасибо тебе за стрим. Модули на шарика. Давай посмотрим. Какой, смотря, у тебя шарик. Какой у тебя пилот. Давай с ТСМ посмотрим. Если у тебя пилот ТСМ, то для него наилучшее сочетание, Алан, смотри. Хэви Армор Кит. Антиконтроль. И Нитро Юнит. Он будет носиться, как у Горелы. И жить будет очень долго. Раскрываться максимум, только если против тебя один противник где-то. И то подраненный. Чисто раскрываться надобив. То есть, считай, это мега бронированные локи. Играет офигенно. По умелкам вот так можешь сделать скрин. Это самое лучшее, что может быть. Шпион-разведчик обязательно. Чудотворец. Никакого механика. Ну, у меня здесь стоит механик. И механик, и чудотворец для живучести. То есть, многим пожертвовано на живучесть. И играет он именно с дроном Небула. Если ты хочешь охотника из него сделать, то нужен дрон Вайтаут. А играет он с дроном Небула вот так. Только вот здесь должен быть обязательно контроль-резистор. Смотри. Вот обязательно вот здесь контроль-резистор. Ну-ка я его поставлю сюда на инвайдера. Посмотрю сейчас. Тайфун-скорчер отвратительно сыграет. Скорчер оружие достаточно слабое. Плохо сыграет тайфун на скорчерах. Огромное количество абсорберов, аегисов, фризов не дадут. И плюс медленный полет скорчеров не дадут актуально применить это оружие. Я сделал бегемота на скорчерах. Вы не помните стрим, не смотрели? Я же делал бегемота на скорчерах. Прикольно. Ой, не на скорчерах, на инсцинераторах. Только четыре инсцинератора представляешь против четырех скорчеров. Есть разница? У меня здесь стоят два скальда. Для комбинаторики быстрого наложения негативного эффекта на цель. Застанете подавить? Только для этого. А в некоторых случаях все-таки сборка эффективнее, конечно, на каджилах на двух. Вот. Но так вспомогательно вам показываю, потому что хорошо работать еще по фуфлометчикам в воздухе. Да, соответственно, против середней гарпии на кривометах. Одиннадцать дней осталось. Подождем пока, потом еще откроем. Что, операцию какую-то выполнили? Что-то повыполняли. Эх, нашему новичку бы повыполнять там бы что-нибудь, да? Потому что жиденький ангар у новичка совсем. С другой стороны, мы на этом жиденьком ангаре мы видим все трудности воробот с нуля. И очевидно, что новички, даже при небольшом донате, они дальше не будут играть. И вот эти все нюансы развития песочницы разрабы должны учесть. Если они хотят, чтобы игра не развалилась, в конце концов. Мы любим игру воробот с. Давайте мы ее вместе будем поднимать. Мы знаем как, вы спросите нас. Ваши антикризисные директора смотрят явно в туман. В туман смотрят. И делают не то. Первые неправильные шаги в дизайне роботов. Восточные, анимешные всякие вот эти вот моменты тяжело приживаются, в принципе, и на западе англосаксов, да? Как бы и среди нас русславян. Вот, в том числе всех, собственно, россиян. Вот, к примеру, вот даже взять вот, ну, бравых, к примеру, осетинных бравых, чеченцев взять. Что, им понравится внешний вид такой боевой машины? Я думаю, нет. Холодильщик. Большое тебе спасибо за поддержку. Спасибо, дружище. Какие раньше были боевые машины. Они даже при высадке смотрелись сурово. Ну, Ревенант классный, да, базара нет. Но он игрушечный. Это в точности мой пылесос, короче. И дверь холодильника Урал. У меня на даче. Да, у меня до сих пор есть такой холодильник. Я горжусь тем, что он советский, блин. Он до сих пор работает. Вот этот пылесос, он у меня старше. Он работает. Поэтому я люблю Ревенанта. Он напоминает мне старого советского робота. Вертера. Из Алисы и Мелофон. Ну, только мех, естественно. Пилотируемый мех. Вот Айфун, в принципе, ничего. Но, тем не менее, он тоже мультяшный. И разница сейчас, к примеру. Бегемот сделан классно, базара нет. Для Андрюхи Квасова постарались. Вообще, базара нет. Просто классно. Фенрир грозно выглядит. Хорошо. Хорошо выглядит Фенрир. Но это все, ребята. Меркнет и бледнеет. По отношению к тому, как выглядели старые мехи. И как они выглядели при высадке. Это, блин. Это было реально круто. То есть, ты чувствовал, что ты высадился на машинах. Рогатка какая классная. Да? С ярко выраженной кабиной. Вы не смотрите с точки зрения сейчас сразу, что она слабая. Что у нее модулей-то нет. Вы на это не смотрите. Вы посмотрите, как она сделана. Это реально боевая машина, черт возьми. У нее красивая анимация прыжка и ходьбы. Боа. Легендарный маленький танк. Блин, я на нем весь 2014-2015 отыграл на этих Боа. Даже взять уже нового поколения робота-рыцаря Гаррета. И то прикольно. Вот эта вот часть взята, наверное, от Белазов. Но, по крайней мере, выглядит, как эта боевая техника. Е-мое. Вот разница, да? Вот это и вот это вот рядом. Но у комминсы, они лучше ничего не будут говорить. Там орочь, хреночи, там это самое. Я вам еще вообще стареньких. Вот это реально техника. Вот эти даже ходить не могут нормально. Про внешний вид я вообще молчу. Мы на них не смогли с ушками снять парад на этих новых мехах. Потому что они вот так вот ходят, блин. Ну что это за парад будет, блин, это самое. Они даже ходить не могут по-человечески, эти мехи. Не знаю, кто там придумывает анимацию. Но с этим явно какие-то присутствуют сложности. Я предлагаю разрабам встретиться, выпить по ящику пива и... Вот это мехи, да? Крупно, посмотрите. Он же стоит, он же 16-этажный дом, эта машина. У него анимация нормальной ходьбы, только на спуске в новых обновлениях он... Что-то там с ним происходит. Раньше не было. В принципе, он мне намного нравился до того, как его переделали. Отребалансировали. Машина? Машина, ну блин, больше всего мне нравится, конечно, Наташка. Не, большие пауки тоже классно. Брутально, харизматичные машины. Как их любили японцы, сколько играло японцев в игру. Где они сейчас, блин? Ну, это вообще легендарная машина. Ланселот. Штурмовая груда железа. Это было интересно. Миллионы играли игроков в тот момент. Шарики? Да, прикольно. Сделайте отдельный сервер. Пусть кто хочет в шарики играть. И сделайте сервер 16-17-го годов в Аробот. Пусть даже хрен с ним, с Хаечи Булгасари. Только дальше не надо. Спектров не надо. И Шактрейнов не надо. И вы посмотрите, сколько будет играть на сервере в Аробот 17-го года. И сделайте сервер вот с этими, значит, абсорберами, шариками, за роликами. И сравните количество аудитории. Проведите полгода, да, допустим. Очень удивитесь. Вот это что за робот вообще? Да я до сих пор не понимаю, что это. Вот это что? Что это такое? Нет воображения. Нет фантазии. Ну, Раваны там пытались, да, что-то сделать. Посмотрите внимательно, какая красивая машина. Реально, какой красивый, с ярко выраженной кабиной, пилотируемый, огромный робот. С, конечно, очень большими ногами, потому что очень большой верх. Брутальная, огромная машина. Забытая всеми разрабами вообще. И богом. Всеми забытой. Игроками. Самая красивая анимация из всех роботов ходьбы, это у него. Это просто эксцелент, не знаю, индустрии Воробос. Не прижился. Револьверного типа, тяжелое орудие. Которое абсолютно неэффективный Воробос, потому что разрабы не понимают, что такое ракеты. И вообще, собственно, тяжелая артиллерия. Артиллерия это бог войны. Это было, есть и будет, и демонстрируется сейчас в современном мире. Они всякие пим-пим-пим вблизи и пукалки. И терение пузами огромных мехов в 16-этажный дом. Они будут сближаться в реальных условиях, к примеру. Сбросили за планету, ведет бой какой-то. Чтобы вы понимали, как реально, на каких дистанциях мехи воюют, посмотрите бои Мех Варьер Онлайн. Посмотрите бои Мех Варьер Мерценарис 5. Там охеренная графика, мех когда вламывается, разрушает здание. Если хотите, мы с вами будем проводить здесь стримы и будем вместе проходить Мех Варьер Мерценарис на русском языке. И посмотрим на реальных боевых мехов. Вот в каком направлении надо было идти разрабы. А не терять аудиторию из-за, соответственно, непоняток. Начиная с дизайна, начиная с анимаций, начиная со спецэффектов, с нарушения экономики, с дисбаланса, начиная, соответственно. И теряли аудиторию стабильно из года в год. Вот как поднялись в 2017 году на пик. В 2018 начался переходный период и после 2018 пошел спад. Сначала плавно, а сейчас, видимо, вот так уже, вертикал. Это можно изменить. И начать это надо с дизайна, с анимации, с убирания лагов фризов, внутренний рынок игрокам, убрать лиги, убрать ливеров, которые разрушают песочницу и выносят новичков. Что значит, давай переходи на Мехвариор 5? Я не собираюсь никуда переходить. Я, если вы хотите, я могу стримы дополнительно здесь. Мы с вами будем вести стримы, просто проходить игру вместе, отдыхать. Мехвариор 5 Мерценариус. Просто из-за красоты карт, из-за красоты боевых мехов, из-за красоты сюжета, да, то вот это мы можем с вами делать. Бесподобная Наташка. Я ищу, где моя Наташка? Где Наташка, блин? Вот она. Ну, это же бесподобная машина. Посмотрите, из частей вертолета в самолет собрана, на, вот эта вот машина. Посмотрите, как она сделана. Возьмем вот ее базовую. Да еб... Ну, это же чувствуется, боевая техника. Посмотрите, как классно. Даже дробаши, как подходят к этой раскраске. Вот дробаши последние сделал из разрабов тот, кто... Милитарист. С точки зрения, как бы, боевой игры про роботов. Оружие уже реально такое, боевое, посмотрите. Меня хотя бы вот это порадовало. Вот машина с ярко выраженной кабиной. Боевые мехи. На то они и мехи, что у них должна быть ярко выраженная кабина. Пилотирование машины. Вот этот стиль полюбился миллионам игроков. Именно вот этот стиль. Неужели, когда... То, что сделало тебя известным. То, что принесло тебе миллионы долларов, и ты на это забил. Тогда это, оно вернется и тебя опрокинет. То есть ты не уважаешь то, что сделало тебя известным и богатым. То есть вы отказались от того, что развило игру во роботов. Взяли неправильные направления. Я советую вам вернуться. Еще не поздно взять курс назад. Не то, что назад, а нормальный курс взять. С уклонением вот этот вот курс слишком на восток по аниме. Да, аниме мехом, соответственно. Вот нам скидку три робота. Более-менее бегемот такой вот. Но он хай-тек. Да, это у нас хай-тек. Не знаю, может кто-то из разрабов Готы слишком много острых частей. Как бы, да. Ну, в общем, как-то так. Пиксоники пишут, что у них все по плану идет. Да, мы видим, как по плану идет. У них все будет идти по плану, когда и мы не от них уйдет. Я посмотрю, как у них по плану пойдет. Аудитория упала очень сильно уворобоваться. Однозначно. Это видно невооруженным взглядом. Так, ребят, заполняйте форму. А вот, наконец-то Игорь что-то попросил. Просят Равану на дробошах. Вообще не вопрос, Игорь. Сейчас поставим. Вот сниму Тайфуна. Давайте, я вот так сделаю. Я снимаю Тайфуна. И поставлю Равану на дробошах. Главное правильно укомплектоваться. Равана мех серьезный. Требует привыкания. Умения. Скилла. Но я не считаю Равану скилловым мехом. Я считаю Равану мехом нечестным. Почему? Потому что он производит выстрелы за астрала. Я считаю это ненормальным. В этом плане, с точки зрения, если делать соревнования, настоящий поворобец, это должны быть только Хаечи, Булгасари и Кумиха. Вот эти мехи честные. Даш особо много не дает, как бы. И в плане скилла это очень интересные машины. Я вспоминаю на них, как самые интересные бои до Спектра. Все, что было до Хаечи, просто тоже все очень классно, здорово, но все очень медленно. Было медленно, конечно. Сейчас скоростя. Но такие тоже перебор. Очень большие скоростя в игре. Но, с другой стороны, молодежь любит, когда все быстро, да? Так, здесь нужно грамотно мне как-то сейчас... Мне нужна быстрая огневая мощь. Поэтому я ставлю два нуклеар-амплифайр. Я поставлю репайр-амплифайр. Давайте попробуем так. Еще мне потребуется кучность для дробошей. А, вот метки Стрелок Мейз. Отчаянный интендант, механик. Отчаянный ас, эксперт по броне, ловкач, лихач. Что интересно, здесь нет чудотворца у Раваны. Интересно, но факт. Мы попробуем сыграть на Раване с дроном Биг. Отыгрывать будем с лечилкой. Будет вот такая комплектация для Раваны. Попробуем сыграть так. Еще инвайдер у нас. Интересно. Какой-то у меня танковый ангар получился. Ну да ладно, пусть будет. Слушайте, а с титанами ничем не справляться? В принципе, ладно, попробуем. Так, мы немножко посмотрели ее. Давайте мы теперь... Попробуем убийцу титанов сделать. Ну не знаю, насколько получится это, ребят. Мне просто не совсем заходят эти пушки. Слабоваты они. И проигрывают указкам в дистанции. И в огневой мощи проигрывают. И в дистанции, и в огневой мощи. Плюс еще слепить могут. В чем тогда преимущество? Кто выиграет, советую пока сильно не качать. Подождать. Я думаю, бафнут разработчики эти пушки. Чтобы они заиграли. Ветка титанов достаточно интересная тема. Воробот. Но что-то немножко разработчики в нем выпускают. В этих титанов. Ну, по крайней мере, то, что титаны так в легкую сносят с обычными мехами, точно неправильно. Абсолютно. Здрасте. Не было как был актуален, так и есть. Наш паук только с небу играет. Шарик там есть. Надо сначала осмотреться, прежде чем действовать на роване. Надо осмотреться. Фуфломет. И слева фуфломет. Так, пока АФК сейчас заберу вот этого. Еще фуфломет вышел. Всосался куда-то в здание. Молодец какой. Не успею, да, добежать? Сейчас он уйдет. Патроны кончились. Вот я тебя в этом углу и замочу. Фуфломет ты хренов, ебан. Вот с одним можешь прыгать дальше. С одним не страшно. Видите, как фризит Раванова? Тяжело попадать. Невозможно просчитать. Не успел уже. Вот эти просеры прям, про фризы. Прям хочется иногда игру закрыть, удалить и не вспоминать. Вот честно. Просто раздражает. Фризы очень раздражают. Потому что, когда ты пытаешься вести даже хотя бы скилловый бой, ты рассчитываешь упреждение противника, скоростя. Тактику просчитываешь, фланги просчитываешь. А когда ты тут выпердыш весь израненный, весь тырк-пырк-пырк, ты его добить не можешь. А бойма уходит. Ну, я не знаю. Так, вот сейчас надо Хеймдала убирать. Вот вам Хеймдал. Почему, я говорю, не качайте? Мы его сейчас просто зачпукаем вообще в момент. Он бестолковый. Играть на нем сложно на Хеймдале. Плюс прокачайте, расстройтесь. На том же Артуре играть приятнее, намного легче, чем на Хеймдале. Я на полном серьезе вам говорю. Инвайдер живучий, блин. Толстяк. Вон как фризит. Слоник Дуду должен был сдохнуть, но урон не проходит. Плюс еще слепит при этом. Просто жесть. Это раздражает базара. Скажите, какие фризы. Титан в воздухе фризит на 100-150 метров. Ну, отстой. За какие деньги люди выбрасывают в игру ежемесячно? По 35 тысяч, чтобы в топе быть. Что-то как-то слабо красненькие по маякам сыграли. Бум надеется, что разрабы сделают правильные выводы из текущей обстановки. И будут развивать игру в классном направлении. Чтобы мы все получали удовольствие. Просто там немереное. Так, Игорю Равану я показал. Давайте еще раз посмотрим Равану. Так, что у нас по времени? Да, еще, еще. Нам что, пора конкурс, наверное, делать? Вот это хорошая карта очень для Раваны. Лишь бы не фризил противник. А многие забывают, что в воздухе, падая, приземляясь, вы можете разворачивать ноги заранее в нужном вам направлении. Равана машина не для работы в лоб. Она диверсионно-фланговая. И тем не менее штурмовая. Можно выйти в бочку, пощупать сюда, пострелять, осмотреться. Длинное оружие цепляется, видите, момент. Тоже надо вдумчиво. Я иду на фланг. Здесь фуфлометов пачка. Интересует вот этот. Минус. Опа. А ты что меня так? Кто меня так рубанул? Интересно. Надо уйти пока что. Пока отойдем. Так, отстреливаемся от фенечки. Тут они погонят за мной. Уходить надо. Прикрой, братан. Ой, зря я сюда забежал. Сейчас мне достанется. Поймали меня, выключили. Плохо. Зря полез. Но немножко с фланга поотвлекали. Итак, скоростя в игре, да, большие. Плюс, когда фризы, это становится невыносимо. Пойдем воевать. Не надо здесь отсиживаться. Пошли. У меня там есть, кстати, чувак, который я хочу ликвиднуть. Правда, он подфризывает немножко. Вот он у нас. Блин, как же вы на фуфлометах. У вас форсы, но у вас и так мозгов было немного. А с этим оружием вообще атрофировались напрочь. Во сколько там форсов-то осталось-то? Сколько у вас играть осталось форсов? Интересно мне. Трое? Двое форсов-то почти старый клан тоже не осталось. Знаете, орбитальный партизан. Расслабься. Сейчас тебе немножечко. Под партизанин. Да сзади я, елки-палки. У многих топов реально что-то произошло с этими фуфлометами. А раньше они играли иначе. Ой, ты проснулся, партизан? Я тебя разбудил, братан, да? Доброе утро! Доброе утро! Проснулся, еб... Ебперный питьято. Че, попасть не можешь? Так сделали разрабы, я ни при чем здесь. Ты без ласта. На штурмовом ревенанте. Против робота поддержки. Ты без ласта. Ты в ангаре, братан. На штурмовом роботе. Против робота поддержки. Это не я сделал. Так разрабы сделали. Партизанан, тебе пилю мало? Я сзади. Ты ж меня ищешь? Он меня ищет. Партизанан, партизанан. Ты в ангаре? Да. Снова. Ты кто, враг? Ой. Я орбитально и текаю. В море сейчас упадет моя тушка. Не успели посмотреть. Так, пойдем потихонечку. Помните песню, да? Ковыляй потихонечку. Проживешь как-нибудь. Вперед, вперед, вперед. Сейчас полезут злобные лучидоры в центр. Я не люблю долго сам отсиживаться. Крысятничать. Я ударный штурмовик. И люблю с флангов ходить красиво. Партизанан убит он. Убит он, партизанан. Ох, я им здесь задал. Хорошо, применил. Выкосил титана в пачку. Покосил титана в пачку. Получу я в ВДК-очку. Спокойно, пацаны. Маяк мне нужен. Успею взлетенто. Мне надо взлетенто. Иначе мне киргин... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Успел ее взлететь. Хорошо. Подремонтируемся за счет... Гаргантюа. Фонта Груэль. Там титан еще появился. Убили меня. Да, но я задачу выполнил. Там был хеймдалл. Три лучи дора. Все подохли. И остался один бычар у них. И все, собственно. То есть фланг иногда пройти можно очень красиво. Вот в такие моменты иногда становится прям... Очень приятно поиграть. Кстати, сделали красивый корабль. Отремастрили. Он стал ярким. Не таким темным. Глаза не раздражает. За корабль перед разрабами снимаю шляпу. Красавчики. Молодцы. Все о том. Все. Все. Кончилась эра атома. Начинается эра плазмы. Будет плазменный двигатель. Будет плазменный реактор. Никакой грязи. Все чистенько. Так, я плохо здесь сыграл Рована. Игорь, прости. Но что-то так подрезали меня там. Перье старался. Андрей, ты на новичке. Почему лучи доры не поставишь дробаш или синдер? Потому что у меня он там играет с дистанцией лучи доры. Он не может полезть с третьего уровня в ближний бой. Даже десятого не может полезть. ДНМЕ. Сколько у вас там? ДНМЕ немцы. По-моему. А, нет. ДНМЕ Великобритания. Да развернись ты, ехтерный пепел. Старайтесь издалека не стрелять. Себя не обнаруживают. Лишний раз. Я выхожу на рубеж у ликвидации фуфлометов. Блин, как же меня станет? Все-таки нужен антиконтроль и контроль резистор. Блин, я вышел с дроном Биг, да? Мне кажется, все-таки не было нужно. Ну, не знаю, очень быстро меня нерфит. Очень быстро нерфит. Очень-очень нерфит, очень нерфит. Смотрите, непрерывный нерф идет. По-любому, да. Наверное, сейчас поменяем мы обстановочку. Видите, сразу встал. Аслан, я что не имется, я не пойму. Дружище, сейчас я тебя подликведну. Матросы сейчас мучкопкинуты. Он в пацану. Блин, вообще, нерфлюсь страшно, ребят. Ну, зато собрал их на себя, но это не помогает нашим ребятам. Вы можете по маякам что-то сделать. Орлы мои. Но здесь же весь противник собран. Аслан, какой ты грозный. Ты такой грозный? Что, правда? Ну, хватит здесь сидеть. Вообще, чайники, емэ. Вы что? Маяки все голые, бери, не хочу. Бери, не хочу. Свободен. Как стадо попугая. Догон орбитальный. Ну, по маякам вы можете собирать хоть немножко? Рандом. Алло, гараж. Они не такие уж и крутые, эти красные. Я бы сказал, они вообще не крутые. Вот тоже был мне этот кирк. Ну, там возьмут маяк. Злой бабай. На центре злой бабайка. Не убежал. Ой, рандом, рандом, рандом. Маяки, они сейчас уже, знаете, орбитальный ДНМЕшечек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Времени, конечно, мало остается. Ой, туго когда, да, вот. Я начинаю так сердиться, когда рандом откровенно тормозит. Просто как стадо баранов. Это вот сложно мне осознать, что такое бывает. Учил столько я их по маякам всех играть. Это просто нереально. Я вот на протяжении с 14-го года учу играть по маякам новичков. Это ж просто капец. Неужели так сложно это понять, как играть по маякам? Вот эта сборочка хорошо. По Минго можно пострелять. Если, конечно, не весь полностью на новых этих АУ-Минк в плане. На указках слепящих, скажем так. Титан слева. С другой стороны, такой Минк не опасен, поэтому я зайду на маяк сейчас. Подержу. Но я подувяз здесь, конечно. О, хорошо. 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 Держись, лебеди. Где наша не пропадала? Фризит. Как всё фризит, лагает. Ну, вообще, сылов нет. На рандом, ну хватит вам на респе сидеть. Ну, возьмитесь вы за мозги чуть-чуть. Вперёд все, блин. Ну, левый фланг могли же удержать. Чё поныкались? Все в атаку. Не садь компот. Будьте храбры. И вас запомнят как смелыми парнями, а не с цыкунами. Это вот момент важный. Успел я орбитальным ударить. Вперёд все! Маяки, берите маяки. Все, блин, в грёбу на... Ну, просрали. Просрали катку. Просто просрали. Тупо. Сейчас даже могли по маякам сыграть. Нас хватало закрыть маяки. Лучше буду дрюкать я издалека. Вот политика, да? Нет, аккаунта на андроиде нет. Не планирую заводить. Вообще, в этом плане разрабы сильно отстали. Даже от World of Tanks. Блиц. Полностью кроссплатформенная игра. В этом плане отстали разрабы от Crossout. Полностью кроссплатформенная игра. Неважно, кто там где играет. На андроид. На компе. На iOS. My Games. Или приставка. Все четко, абсолютно. Могут и во взвод звать. Вот я на стиме играл, например. Меня ребята с андроида звали в частную комнату поиграть. Посмотреть характеристики танков. То есть полный кроссплатформ. Полный. И все в один клан могут с разных платформ идти. Варобот все до сих пор. Какие-то платформы. Какие-то отдельно андроиды. Отдельно iOS. Обновления по-разному выходят. Все никак не могут к одному знаменателю привести. А годы идут. Это называется уже устаревание. Вы понимаете? То есть момент достаточно важный. Что конкуренты тоже появляются и уходят вперед. Варобот реально можно вернуть на катки бабла. Пусть даже просто по-другому разработчики зарабатывали бы. На объеме, на рекламе. Изменили бы реально игру в другую немножечко сторону. Было бы конечно реально прикольно. Экономику конечно надо менять. Лиги. Я удалял кучу старых комментов. Когда чистил группу. Союз блогеров Варобос. Я все посты же там удалил. Я очень много интересного прочитал. Удаляйте посты в течение двух недель. Потихоньку. Лиги матерят конкретно. Еще с 17 года. То есть уже столько лет матерят. И все эти озвучия. Там постоянно звучало. Лиги не работают. Лиги не работают. Лиги не работают. Ливеры. 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 Как было так и было. Разрабы ничего не сделали. Ничего не сделали чтобы их отрегулировать. Только усугубили и угробили эту тему с лигами. Это плохо. Посмотрите. Первое друзья. Не качайте блица. Первое. Второе. Не качайте кваркера. Нерабочее оружие. Приплыл Вася зовут чувака. Ну ты один против четверых точно приплыл. Однозначно братишка ты приплыл. И не выплывешь. Да? Я так понимаю. Ты еще живой что ли? Вася ты могуч. Базара нет. Могуч. Рована любит укрытие. Это машина играющая из засады. Из стелса. Аккуратно. Хорошо работают дробаши. Средние. Мощные достаточно. Видите у меня 2-3 выстрела идет из стелса. Не совсем честно. Сейчас с усилением из стелса сразу. И уносим Дубасова. Ну так чувака звали Дубасова. Это старенький игрок. Часто попадается. Вот за это мне Рована не нравилось. За нечестность вот этой стрельбы. Непосредственно именно из Астрала. Шло 2-3 выстрела. Особенно когда на акустиках с усилением. Это чревато. Вы знаете. И не совсем честный конечно. Игорь тебе посвящается. 2 легенды на Роване на дробашах. Правда поправка. Враг достаточно слабый. 3 легенды. Погиб. 3 легенды удалось взять на Роване на дробашах. Играет. Играет она. Ну если аккуратно. Именно засадная тактика. Дожидаться перезарядки способностей. Не бегать через открытые пространства. Под огнем. Чтобы способности не сжечь соответственно. И можно тогда на ней поиграть. Но на акустиках наверное я думаю она страшнее все таки. Дробаши конечно хороши. Но мне кажется акустики это просто жесть. Ну смотри какой он меня. Он с глазом кстати. Зачем только на этой машинке он с глазом. Я не знаю. Так надо валить. Приплыл Вася вот этого товарища. Но не успели мы. Не успели. Андрей уже стрим 2 часа идет. А что будем конкурс делать? Ну давайте. Нас сегодня цельных 200 человек братья собрались. Да? Я предлагаю. У нас еще от разработчиков есть конкурс Роберто Баррес. Дело в том, что я хотел делать дорогие мои для вас конкурс завтра. Но меня вызвали на работу. Второй конкурс я хотел делать. Я предлагаю вам дорогие мои. Паша Николайзин. Привет. Я предлагаю вам сделать 2 конкурса. Мы разыграем. Скажите да или нет в чате. Будем разыгрывать Роберто Баррес. Еще у нас есть поддержка разработчиков. Поддержка штанов канала. Есть пилот Роберто Баррес. Мы можем разыграть. Но это будут 2 конкурса. В одном как бы. Кто-то говорит нет. А так в основном говорят да. Вот Роберто Баррес. Роберрес это пилот. Который позволяет охотиться на шарики. Все. Тогда вы еще заполняйте форму. Кто не заполнил ребят. И мы сегодня разыграем еще пилота Роберта Барреса. Вот. А в субботу вечером постараемся разыграть третий конкурс. Что мы сегодня разыгрываем с вами Пантагруль. Мы разыграем Гаргантуа. Вот. В принципе вы знаете очень. Именно на Муромце они играют страшно. На шаранге тяжело выйти на дистанцию поражения. В принципе еще надо пробовать как играется на Лучидоре. А на Муромце оружие играет хорошо. С максимальным усилением и для фланговой атаки или засады. Ну то есть от крысиной тактики отлично играет. Так. Давайте я еще играю два боя тогда. Да. Играем давайте два боя. И начинаем мы стрим конкурс. Ну не надо. Не надо. А вон. Большинство людей сказали да. Так что мы разыграем Роберто Баррес. Нет. Один приз в одни руки. Сначала мы разыграем основные призы. Это Пантагруль. Потом мы с вами разыграем Роберто Баррес. Как второстепенный приз. Более утешительный. Но пилот хороший. Старайтесь кооперироваться с союзником для ведения боя. Заодно и от огня прикрылся да и снял его. Да что ж ты не умрешь. Я же попадаю в тебя. Какие фризы сильные. Сигис, братишка, я тебя не сразу узнал. Что же я на тебя напал? Я не сразу узнал. Блин, я не сразу узнал. Ну ладно. Братан. С тобой разберется там рядом какой-то злой очень шарик. Я говорю, если лишний... Зачем он открытый бегал? Мог бы сейчас по флангам еще попрыгать у нас. По маякам. Вот этот товарищ КРСА. Бам-бам. Сейчас на бочке бежит. Вот это мощный с нами топовый Фенрир играет. Что ж не смогли сразу его завалить. Это говорит о многом конечно. Так, я немножко подержал респаун. В принципе можно мехом не менять. Дубасова опять играет. Ну он такой старенький кстати Дубасова боец. Видите какой у него же серьезный Фенрир на дробошах. Дубасова хорошие мехи. Пойду искупнусь. Ой, застрял, застрял, застрял. Вспышка на память. Так, ну пора титаны выводить. Потому что сейчас уже у них тоже пойдет волна титанов. А мы с вами тестим как раз два Гаргантюя и Пантагруль. Хрен выговоришь уже. Скоро эти пушки. Хлестки должны название быть. Разработчики. Вихрь. Смерч. Ураган. Цунами. Калибр. Например. Да. А то. Парта Гартун. Бл. Бл. Даже представляйся в командовании. Да, как бы. Командир командует. Батальону Гаргантю. Пантагруль. Бл. Бл. Выдвинуться на позицию. Это ж кобздец просто. Ну так чисто с точки зрения угара. То есть с армейской точки зрения тяжелое название. Сложное для управления даже. В этом плане видно сразу что разрабы не служили. Вообще. Не служили и... Ну и не надо им служить лучше. Пусть они игры делают. А мы играть будем. Ворчать и... Ворчать и играть. Да. Сигис, прости, брат. Прости. Так. Мне ремонтироваться надо. Зачем это оружие ремонтирует меня? Я напоминаю, да? Кто не в курсе как оно работает, оно ремонтирует. По Сигису я успел отработать орбиталкой. И он по мне. Отработал орбиталкой. Молодец. Орионечка меня снял. Красавчик. Так, ну что, вперед парни. Красные здесь совсем спеклись уже. Сегодня вот мне больше всего понравился бой с французами. Вот это было интересно. Вот это да. Было прикольно. Ободаться немножко с ними. Ну, конечно, не все там были прокачаны. Там максимум один-два игрока были более-менее. Остальные так себе. Так, Сигису надо под Резантус. А он упрыгал? Упрыгал. Все на указках. Команда у Сигиса, конечно, он сейчас их материт, наверное. По самой не балуйся. Все вышли на указках, когда маяки все для них красные. Тоже атрофирование идет, тактики мужичка у игроков. Но нельзя так, ребят. Немножко надо думать в бою, да? Чуть-чуть. Я пытаюсь помогать новичкам думать в бою. Что, надеюсь, кто-то все-таки что-то, ну, понимает. Гаргантюа и Пантагруэль. Это два великана. Отец и сын. Есть книга про них. Никсон пишет. Он об этом знает. Никсон, 1978 года. Скажи мне, Никсон, братишка, ты знаешь, кто такой Гумилев и Карамзин? Ну, так, вопрос на засыпку, правда, ты загуглить можешь. Но я надеюсь, что ответишь быстро. Так вот, лучше, чем читать этого великана, я советую вам почитать Карамзина и Гумилева. Это намного увлекательней и познавательней, дорогие друзья. Да, названия французские. Пантагруэль и Гаргантюа. Бардемю? Вот, да заброс в бой против клана закинуло. Сейчас мы огребем. Это быстро произойдет. ДДР, немцы. Держать позиции, не ссать компот. Мы устоим. Потому что не боимся ни хера. Немцы, не немцы. Держите позиции, братишки. Маяки главное держите. На центр, на центр пошел. Поддерживаю, поддерживаю, поддерживаю. Шарик, иди нахер. Видишь, я тут занялся вообще. Ай, ты молодец мой. Блин, занерфили меня. Ну, чуть-чуть я ему вкинул. Блин, нашего в центре сложат. Шарик, шарик, ты могуч, ты гоняешь твою тучу. А я за тобой краем глаз и буду следить. Знал, что ты откроешься, представляешь? Причувствую. Блин, опять меня занерпят. Как же ты мне дорог. Да сдохни маленький уже. Вперед, пацаны, на левый фланг. Проломим он там, значит. Секир башка. Правда, в центре подувязочка вышла. Оп. Надо выбить у них кипариков, и все будет охерительно просто. Маяки все красные? Вы что, серьезно, мужики? Я ж только ушел с респауна, и все. Давай, давай, Сигис, братан. Блин, с нами Сигис есть. Можем вторая щиткаточку. Можем вторая. Сейчас вот это будем рубить здесь. Сейчас они подтянутся сюда. Ай, жестко потянуть. Ребят, по маякам надо сейчас работать. Иначе хреново все будет у нас. Надо по маякам, братишки. По маякам и увязнуть на маяке. Сигис, держи маяк, бро, не уходи. Маяк, держи. Defense right flank. You understand me? Я немножко подувязану в центре с ними сейчас. Блин, ребята, они нарез пошли. Зараза. Ай, хреново, по маякам. Вот они дергают нас по маякам. Наша слабость в маяках. Так, ты пришел, вот и разбирайся с ним теперь. Давай, давай, братан. Давай, разбирайся. Ай, привет, пупсик. Так, я взял левофланговый, подержу пока. На центре должны справиться, замесить одного-то там челика. В центре титана его стремительно убивают. И это хреново. Будет волна титанов немецкая. Наверняка куча лучидоров, блин. И муромцев, они это любят. Отдали центр. Что можно сделать? Сигис, держись, бро. Все, на тебя уповаю. Нодданса надо трепать. Вот это надо убить. Чудовище. Иначе все хреново. Да мне пофиг, стреляй. Я даже слепой буду в тебя долбить. И попадать. Давайте без фризов титанов. Какое-то время займет он меня разбирать здесь на респауне. Я успею повредить немножечко. Немножечко вот тебя я успею повредить. Плюс я отвлекаю. Надеюсь, мои пацаны сейчас по маякам среагируют. Пока меня здесь херачат, разбирают. Немецкие брендоны вот эти злые. Достаточно. Так, срочно. Срочно, морочно. Ну что вы, что вы, ребята. Ну маячки, родные мои. Ну не ссыте вы, пожалуйста. Я вас очень прошу. Блин, он хилится. Сигис, не увлекайся. Возьми правый фланг и сиди там. Будь любезен. Я тебя очень прошу. Надо убить. Надо убить этого. Ноденса надо убить. Два ноденса. Двойка ноденцев. Ой, хреново, братья мои. Ну все. Вот она клановая мета. И тяжело у меня рандомы сразу. Ломается от строя титанов. И не понимает сразу. Теряется, не понимает, что делать. Не понимает, что делать. Ну-ка, погоди. Он меня видит, интересно. Да, он видит и меня знает. Не могу даже убить. Видите, как отхиливается. Блин, да дайте хоть вкорячу по вам, блин. Потеряю сейчас муромца здесь. Екперный театр. Просто неубиваемый, блин, этот лучик. Сдохни. Вблизи нормально работают, ребят. Минус два ноденца у них. Четко. Сейчас, если наша титановая атака можно опрокинуть, времени мало. Времени мало, братишки. Мы их берем и не умираем. Не умираем. Взлетаем, 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 взлетаем. Да что ж так помеху хреновый титан стреляет? Что ж ты будешь делать с этим геморроем? А? А я поближе к тебе приземлился. Ладно, по маякам не удержались. В принципе, я-то сделал, что мог. По маякам. А могли бы подержать немцев-то? Могли бы. Теряется, теряется народ. Нужно просто два маяка против клана держать. И, в принципе, если технично, можно высушить. Можно высушить. Я это показывал не раз. Сигис по маякам надо было держать. Именно держать прям маяк. Но все равно хорошо сыграл. Молодец. Фу, подустал я что-то уже. После работы давайте, наверное, будем конкурс проводить. Правильно, ребят? Спасибо всем огромное, кто поддержал канал. Марко, Неостровский, Филин, Паша, Кока, Трофим, Педюрин, Легыч, Алан Сыгарев, Холодильщик, Илюха. Спасибо, ребят. Островский, спасибо. Так, давайте будем делать конкурс. Конкурс. Так, сейчас я скачаю. Во-первых, мне нужно остановить конкурс, закрыть ответы. Только потом скачать я могу. Так, ребят, я, значит... Ответы останавливаю. Итак, дорогие мои. Так, скачать. Микрософт, Эксель. Есть. Так, и сейчас в моей группе ВКонтакте я публикую ваши замечательные ответы. Последний пост сверху. Добавляю файлик туда. Ваши все ответы называются... Так, где загрузки? Загрузки. 23 июня. Призы Пантагруэли. Ну, еще Роберто Баррес мы делаем, да? Еще Роберто Баррес. У нас сегодня шикарный конкурс. Просто шикардоснейший. Вообще отличнейший. Так, ну что? Давайте. Вот, смотрите. Моя группа ВКонтакте. В нее я, соответственно, заранее анонсирую. Вот, заранее анонсировал, когда будет конкурс, да? Чтобы вы знали. Здесь все ваши ответы. Вы можете их открыть. Вот. Вот они, ответы. Можете открыть. Я еще сам их не открывал. Так. Вот была группа. Теперь это рыболовная группа. Это была группа Союз Блогеров Воробос. Теперь группа полностью рыболовная. Кто хочет, вступайте. Здесь есть обсуждение. Делитесь по рыбалке. Кто когда был, фоточки выкладывайте. Тут ребята активно обсуждают. Вот. Все позитивное и, соответственно, рыболовное. По каналам. Канал Побратиш. Я пока ликвидировал. Вместо Побратиш теперь рыболовный канал на Ютубе. И, соответственно, на Дзене. О! Первая тысяча просмотров. Хе-хе. Приятно. Ну вот. Так что. Здесь первый видос есть. Вот. Скоро выйдет второй видосик. Да. Так. Ну что. Погнали, ребят. Так. Вот это надо мне. Чтобы не потерялось. Так. У нас открывается табличка. Открыть. Только не тупи, пожалуйста. Excel. Ё-моё. Во. Разрешите редактирование. У нас будет с вами сейчас два конкурса. И у всех хороший шанс выиграть первый или второй приз. У нас в конце будет Побратиш Пилот. Это наш новичок. Кто не знает, да, это наш новичок. Он принимает участие в конкурсах. Канал у него, естественно, Командер. Так. Ну, сделаем так. Так. Айдишко я потом вобью. Потом, да, чтобы сейчас время не терять. У нас, получается, будет замечательнейших 20 призеров на... Даем его. На Пантагруэлл и потом на Роберто Баррес. Вот. Вот. Вот так вот. Сегодня давайте без отклика проведем, потому что призов много. здесь у нас будут ребята Пантагруэлл. Здесь будет Баррес. Сначала разыграем Пантагруэлл. Сначала разыграем Пантагруэлл сразу. Потом Барресов. Быстренько и четенько. И, друзья, желаю вам всем крепкого здоровья. Вам и вашим семьям. Желаю продуктивно, классно и приятно провести выходные, которые уже приближаются. Уже, считайте, завтра пятницу вы уже вечером сможете, многие расслабятся. Ну, а кто на сменных работах, тем, конечно, желаю здоровья, терпения и позитива. Все выдержать, соответственно. Так, ну что, готовы? Поехали. У нас героев сколько здесь? У нас героев здесь 238 вместе с побратишкой. Так, вот у нас рандомайзер. Так, 238. Отлично. И давайте будем разыгрываться. Поехали, готовы? Блин, где у меня? Так, вот рандомайзер. Вот у меня рядом с Троу. Чтобы я не путался просто. Да, рандомайзер. Табличка. Так, все, поехали. 175. Ника, 4 кола. Пилоти, какие-то пилоти. Так, пусть пушка будет у нас, не знаю, зеленый. Она больше на серую похожа, да, пусть серый будет. Так, я напоминаю, что мы сейчас разыграем пантагруэлы все. Вот. Потом мы разыграем с вами Баррес. Пилот, да, пилот Баррес на Кругляка. На Пухлика, короче. Так, что, полетели быстренько, прямо сейчас в темпе. Всем желаю удачи. Онлайн-рандомайзер. Называется lesionari.com. 212. Так, 212. Кто у нас 212? Andrew R. Android Andrey. Ну, как. Андроидов, конечно, преимущество большинство. Но, смотрю, мелькает много на самом деле. Сегодня есть Steam-платформы. iOS-ы попадаются, да. Номер 24. Вам все видно нормально? Андрей Михайлов, iOS. Вот, iOS выиграл. Пила 2000. Пила 2000. Где пила-то мы дала, да? Дело такое-то. Поговорка старинная. Это я так. Так, 170. Где пила? Где пила-то мы дала. Это обычно муж жене говорит. 170. 170. Бам! 8377 Android. Так, бам! 8377 Android. Так, 45-й у нас боец. Хавк. Хавк. Етреб какой-то. Или Утреб. Утреб, наверное, да? Поздравляем, короче. Поздравляем тебя, Утреб. Так, 202. Юрий-81 Android. Юрий-81 Android. Так, есть. Дальше поехали. 33, ребят. Александра... Александр Марс, извиняюсь. Серж Джуль. Серж Джуль. Е-мое. Андроид платформы забыл сказать, да? Так, номер 66. Бет 0104 Android. Бет, бет, что бет? Кровать? Что там бет? Я не знаю, что... Кровать? Почему кровать? Или ванна? Ой, я не помню уже. Слушайте, я с английским не дружу. 140, короче, ребят, 140. Пусть они русский учат. Екатерина Катюша Айос. Выходила на вере Катюша. С Пантагруэль на плече, да? Рыбу ловить на Пантагруэль. А чё? Достала из-под юбки Пантагруэль. И как... На полкарасика, значит, так. 145, ребят, 145. И как стрельнула, да? И вся рыба её. Так, нет 010 Android платформа. Так, есть. Следующий, значит, у нас... Паразёр. 95. Вот так. Всё, у меня ребро отваливается уже. Торус. Старая ты бабка вредная. Хидеус. Android. Да чё, воршливый игрок. Реально как бабуля, собирающая старые газеты. Поздравляю тебя, Торус. Вот я так, слоу. Я знаю много игроков, не удивляйтесь, друзья. Играю давно. Триколаст, 111. Adelast Android. Adelast Android. Так, следующий. Так, 92. Торус. Ты чё? А, это другой Торус. Это... Это два брата Торуса, ё-моё. Да, у них разные ID. Платформа Android, это разные... Братаны, короче. У тебя братан тоже там, да? Как детка старая газет советский собирает. О том, как бороздили пиксоники просторы советского космоса, это самое. Смотри-ка, два Торуса, счастливчики, да? Видали? Вот сегодня два братана. Стрельнули, ё-моё. Так, 109. 109. Дача есть. Торус, тебя, блин, я не знаю. Пузырь. Так. Олег Кул, один Steam платформа, пумба... Пумба... Да еб, перный театр как-то выговорить-то, блин. Пум... Пум... Пумбатрак. Пумбатрак. Игру престолов, братан, любишь? Я тебя понимаю, конечно, там. Датракийцы сидела, значит, это самое. Которых создали на базе монгольских племён, между прочим, кочевников. 176. Вообще, бредовый сериал, конечно. Но смешной, смешной. Амир. Андроид. Больше всего меня рассмешила огромная тупость обороняющих город от мертвецов. Это же надо быть такими идиотами, выйти в поле, построить армию, и чтобы её всю перебили волны атакующих мертвецов. Неужели нельзя было строить укрепления, рвы огненные делать, катапульты с разрывными снарядами? Неужели нельзя было замка защищать? Всегда замок намного легче, чем... Зачем они в поле вышли? Зачем датракийцев конных во тьму куда-то отправили? Вообще, я не понимаю, этот фильм, вот этот вот, особенно концовка, последний сезон «Игры престолов». Они там вообще там режиссёр, он ничего не смыслит в военной тактике. Тем более в те времена, когда дрались на луках, соответственно, мечах, соответственно, арбалетах и так далее. И, соответственно, против мертвецов оружие нужно было рубящее, дробящее, но никак тоже не луки, стрелы там и так далее. Если, конечно, у них не было пороха, и можно было сделать разрывные, значит, выстрелы, да? Как любил делать товарищ Рэмбо в старых фильмах с антисоветской пропагандой, с амерской пропагандой. Как он там косил налево и право советский спецназ. Я бы посмотрел, как бы он так реальности делал. Косилка не выросла, я думаю. Так, следующий, друзья, 123. 123. Отвлеклись мы на пумба-трака, значит. Майгеймс-платформа. Из Косаджи. Уже выигрывал, кстати, удачливый вот этот товарищ. Фартовый малый, между прочим, о птичках. Так, 149. 149, ребят. Ой, он тоже выигрывает, удачливый боец. Сосею вожухой, но выговорит твой ник, мне всегда. Мне всегда сложно. Господи, я это выговорил. Напоминает какой-то инопланетный язык, значит. Я сейчас как инопланетянин, значит. или как этот хан баты тумены мои все знаешь такое тумен на самом деле монгольская армия это было очень серьезное вторжение на русь войско представляла себя тумены которые управлялись барабанными и соответственно флажками железной дисциплины в войсках в хоролужный булат закованная конница то есть бронированная конница штурмовая была у монголов когда рыцари еще ходили вонючие бородатые грязные и не знали толком что такое доспехи там было грубо говоря у рыцари еще куртки были с нашлепками там значит запонками и так далее с кругляшками просто но металл нашитый на куртке и они тогда только от монголов узнали рыцари что можно значит в булат заковывать коней плюс тумен это было 10 тысяч воинов тумен до тумен у монголов я вам советую почитать от моря до моря про хана батыя и про чингисхана это интересно это надо знать по многим не знают ни хрена к сожалению так 90 какие трудности были если бы американцы знали какие у нас были трудности в каких вещах мы выстояли они бы свое копыто к нам бы вообще никогда не заносили держались бы подальше и слали бы нам сникерсы лишь бы мы их жевали и были спокойны и довольны и так у нас алексей кетов т бест steam платформа 13 но у счастливчик же писки с опять это ты steam платформа писки с крайне удачливый персонаж даже выпадая под 13 номером он все равно удачлив то есть ему похрен на цифру 13 чувствуете писки с пришли бутылочку пивка я не знаю заговорит и мы и мне кажется что ты очень просто удачливый 38 лустик android сначала чуть лунтики не прочитал лустик лунтик тоже забавный персонаж так поздравляю вот этих всех товарищей они выигрывают пантагруэль а мы быстро разыгрываем дальше барреса разыгрывает 164 к сожалению новичок пантагруэль не выиграл так gear android gear 3 300 300 так и не знаю но цвет пусть будет оранжевый ну сервис оранжевым красиво смотрится правильно правильно так объявил я его да как у нас чат поживает жив здоров красавчики все до красивые прекрасные а 10000 кольчук а кто добывал руду кто плавил железо мерстри семерочки спрашивает это к чему это к чему я от учета потерял нить я потерял нить к чему этот вопрос баты пытался зайти во вьетнам там такие индейцы в джунглях закидали их там всем подряд они отошли не пошли они через вьетнам они взяли какую-то часть китая не весь конечно китай взяли но много взяли китайцев и с монголами шли стенобитные машины катапульты куча инженеров китайских шло и все мастырили все делали китайцы делали для монгол а татара монголы почему называют некоторые покоренные татарские племена шли с монголами и шли как легкая конница и развед соответственно дозор выполнялись вот это то что называют татаром монголы шли то монголы татар там было там они больше как разбойники были легкая конница основное войско монгольская тяжелая пехота копейщики там интересно у них оружие было конница тяжелая штурмовая да было здорово так ребят давайте ладно продолжим полетели но тем не менее и что сагид пишет татар тогда не было ну тем не менее но и просто по-другому назывались на там можно понять племена назывались не именно татары там печенеги половцы и так далее это можно много перечислять их много было островский пишет продаж а игорь игорь островского пишет продаж а чё кто-то выиграл что-то там что так поехали ребят дальше играем 217 колусис android stalker есть такой так отлично следующий ребят 182 bass android bass android 228 тервил десятый андроид смотрите как много андроидов прям монополист на конкурс вообще большинство игроков играет с андроида 125 алекс грек андроид бродяга тоже выигрывает периодически припоминаю я его эх разрабу блин брали были дети а вот реально сейчас убрать лиги сделать подбор сталкер на базе ангаров насколько вот уже изменится игра так 132 то я забыл смотрю просто опять сталкер только тридцать девятый уже что за мода так сталкер сталкер значит такой сталкер вообще многие из вас не знают такой сталкер посмотрите кино сталкер советские тогда вы поймете что такое сталкер так проверю к этих сталкеров до разные яичники это разные сталкера так что свет мигнул сейчас бы не вырубились мы 90 на главном успели основной разыграть 90 был поэтому дальше 103 о игорек поздравляю тебя ты выиграл барреса игорь есть у тебя удача беги за бутылкой кваса надо это обязательно отметить вот так ребят 143 143 лист 90 чистый как лист на ветру да как перст так есть дальше полетели 176 был уже сто семьдесят шесть значит следующий 237 ой рядышком с побратишкой любим 85 андроид любим или нелюбим однозначно любим так 218 ты по-моему был такой нет нет не был барсик гела 0202 тот самый барсик неистребимый и неутомимый и бесстрашный барсик фланговик хороший кстати по флангам играет так номер 71 тульский пряник да у нас космос серж 2285 android так есть дальше летим 22 номерочек у нас сергей 46 android платформа так дальше летим 206 ну как а как 7 android в основном один android вообще вообще что чуть-чуть немножко кто-то выигрывает союза а так конечно в основном один android 53 она android кстати воробус мне кажется тяжелее играть ари ари аривидерчи значит алишер алишер аривидерчи гораздо приятнее сказать до свидания так 210 по-русски или пока до встречи читая забыл номер 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 210 android даня робот трава даня робот да не робот в общем данил наверно да я так понимаю так дальше полетели ребят 61 владимирович android android ss в 82 ух серийный номер чего-то там супер жерлицы супер снасти какой-нибудь на образно так 143 был 143 дальше 228 тоже был по моему да дальше вы вы не надо нажимать сюда 44 44 не было макс 6 макс 60 30 steam платформу ну хоть не android а то одни андроиди они захватили игровые рынки воробус 93 мин петро давненько ты не был петр чумаков правильно я помню по моему так мин петро платформа android роберта баррес так 197 умер глаза в кучу убивашка android убивашка такой сердито убивашка и последний призер сегодня выиграет роберта барреса 235 и до новичка чуть-чуть не налетел федор и чтим платформа федор и чтим платформа крайне удачливый такой частенько персонаж выигрывает на самом деле так я сразу всех публикую прям вообще вот так сейчас ребята вконтакте моя группа вконтакте да кто не в курсе я заранее здесь стараюсь анонсироваться и всегда публикую по бедренчику здесь поздравляю замечательных победителей еще раз друзья желаю вам наступающих выходных шикарных да чтоб тебе его что-то не пишет что мне так есть отстань 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 доходят не надо все побединов я сделал вот ой ой сколько 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 тут коментов набежало на этом друзья мы стрим завершаем огромное спасибо за поддержку вот самое главное быть добру однозначно и здоровья вам и вашим близким вот благодаря вашей поддержке продолжается стримы и делается контент непосредственно по вар робот но кто хочет меня поддержать помочь написать добрый лайк я буду рад вот канал канал рыбачка рыбак ребят залетайте можем там пообщаться по рыбалке соответственно не знаю прошла здесь прошла ссылка вроде бы так и вот соответственно моя группа рыбачка рыбак вконтакте тоже буду рад соответственно видеть заходите видосы будут позитивники много будем с вами развивать позитивный добрый контент все друзья всех обнял самое главное здоровым и близким остальное все соответственно за этим придет спасибо всем спасибо увидимся спасибо 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 Продолжение следует...